А нет, вот она. Вот это она привезла с первой поездки в Мичуринск. Как оно красиво выглядит, было бы это все толк посмотреть. Я с удовольствием с этим всем познакомился. Я знакомился, знакомился, знакомился. То есть они, на мой взгляд, увечат деревья, а потом это, ну как. Но я еще понимаю так, что ученые должны быть исследователями. То есть он берет, калечит дерево, а потом будет лечить. То есть польза от этого есть, да? Зачем при этом миллион людей было учить калечить? Вот. И вот что получается. Вот. Это все, как я понимаю, на искалеченных деревьях. Почему? Потому что это маленькая часть. Это маленькая часть того, что привезла Елена Александровна. Что она привезла. Это все, конечно, замечательно. Мы ниже еще немножко коснемся этой темы. Видите? Видите? Здорово, да? Вот. Развитие Порши. Вот Порша появилась в Сибири. То есть появилась в моем районе, как появилась? Самое холодное, самое дождливое лето за все 35 лет. И сегодня опять был дождь. Вчера и позавчера. И дожди, и дожди. И, наконец, яблони стали болеть, но немножечко. Вот. Чуть-чуть прихватывает. Груши похуже. И заметьте, все наоборот. Сливая часть из них побелела. Это значит плохо. Часть не заметила. Эти ринклоды заметили. Сырость невероятная. Венгерки не заметили. Видимо, они из более таких сырых краев привычные. И абсолютно здоровые абрикосы. Внимание всей мировой науке. Абсолютно все абрикосы здоровые. Никаких следов болезня. Ничего. Елена Александровна, жаль, вас нет рядом. Вы бы сказали, что я говорю правду. Вот. И это говорит на все раз о том, что все в Содомом Царстве не так, как мы приняли считать. Вот они. То самое начинается. Сперва искалечим. Потом искалечим легче. Подвергается Порше и прочим. 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 Вот. Как это выглядит все здорово. Если бы ни одно но. Оставьте деревья в покое. Вот. И как в моем саду ничего не надо будет делать. Ничего. Никаких систем защиты. Вот. Представляете. Вот. Какой гигантский труд. Но еще раз говорю. Я это все видел. Я видел в десятке, если не сотне снимков. Я утверждаю. Я жаль, что идет работа. Ну. Первое. Искалечим. А с вами потом начинаем с ними заработать. А это стала нормой. Это стало системой. Вот такая у нас жизнь. Спасибо, Ирина Александровна. А потом вступает в действие еще огромное количество рекламируемых. Не только средств, но и техники и прочее. Но когда-то мы... Когда-то мы... В общем, еще вернемся, вернемся к этой теме. Вот. Вот. Нам нужно сочетание теории и практики, а не витающего облака голая теория. Вот. И много бы дал. Это я перефотографировал с какой-то учебника. Теории кругом полно. Кипа учебников по плодоводству. Армия кандидатов в науку, которые дают цену оказания. Практик это тот, кто умеет выбрать из моря сведения нужное безвредное средство. По сути, практик это и есть лучший теоретик, а не тупой исполнитель. Не хватает практики. В теории у нас все в порядке. Подозреваю, что это Мичурин. Ну, его это... Его. Ну, если ошибся, извините. А потом появляется вот такая вот книга. Потом мне Курдюма, мой соавтор, говорит. Ну, все. 10 тысяч экземпляров. Все. Это полный перерод науки. Ну, еще. Когда-то надо говорить. Никакого переворота. Никто ничего не знает и знать не собирается. Поэтому мы продолжаем параллельную работу. Поехали. Итак, еще раз благодарю опарину Громова Алексейка. Вот. Все-таки на конференции все-таки вольно-невольно о новом садоводстве... Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.